Рекомендую вам необычный канал BeGoodTV. Он вас заинтересует. Его ведущий Мэтт Гудман рассказывает о разных способах избавления от вредных привычек, развития личности и прочих полезностях. Каждое воскресенье у него проходит прямой эфир, где вы можете задать волнующие вас вопросы. Ссылка в описании и по аннотации. Приветствую, меня зовут Сокол и я вроде бы перенес болезнь и переезд. Организм порядочно износился, но все же я наконец вернулся к работе над плахбастером. Потерпите еще немного. Постараюсь выпустить ролик в первой половине апреля. Ну а пока меня всегда волновала одна тема. Действительно ли двумерная анимация уже отживает свой век? Неужели мы больше не увидим мультфильма на вершине кассовых сборов, который был бы подобен Королю Льву? Неужели 3D мультики с компьютерными персонажами теперь навечно завладеют нашими симпатиями? Умирает ли рисованная анимация? Для начала разберемся с тем, почему компьютерная анимация стала такой популярной. Все мы помним самый первый полнометражный мультфильм, который покорил наши сердца и кошельки. И который был полностью смоделирован на компьютере. История игрушек от студии Pixar. Если конечно сравнивать его с сегодняшними мультиками, то можно заметить гору проблем. Теперь же он многим покажется слишком искусственным. Анимация людей весьма топорная, а хуже всего вышел пес Сида. Авторы будто бы специально делали потом работу над ошибками во второй части. Взгляните на этого пса и сравните с этим. Ну да это не важно. Все-таки это был первый фильм такого рода. Именно благодаря новаторству эта анимационная лента сорвала банк. А кроме того в ней была еще и чудесная история. Но сейчас не об этом. Конечно же помимо новаторства люди увидели кучу плюсов в подобной анимации. Фотореалистичная картинка, множество почти натуральных деталей. Металл выглядит как металл, стекло выглядит как стекло. А игрушки выглядят как самые натуральные игрушки. Это ставило компьютерную анимацию на пару голов выше рисованной. У нее конечно еще были слабые места, но уже очень скоро от них избавились. Эти технологии открыли совершенно новые горизонты для аниматоров. Ну а для зрителей хватило лишь пары-тройки мультфильмов, качество которых улучшалось от раза к разу, чтобы убедиться в том, насколько они выгодно отличаются от рисованных лент. И со временем конечно все стало предельно хорошо и реалистично. Вода, волосы, детализация, физика движений, анимация лиц. Люди стали похожи на людей, а животные на животных. Ну а 2D мультфильмы стали в свою очередь собирать все меньше денег. И спустя несколько значительных провалов, среди которых кстати были годные ленты, например, Планета Сокровищ мне это всегда нравилось. Но в итоге студии пришли к выводу, что создание рисованных лент просто невыгодно. Гораздо лучше будет вкладывать деньги в развитие компьютерных технологий. И получается так, что действительно на большом экране рисованную мультипликацию мы видим все реже и реже. Все громкие студийные проекты делают ставку именно на трехмерную анимацию. Даже Лего фильм используют компьютеры, а не технологию стоп-моушен, как мне казалось. Да, это все компьютерная 3D анимация и стилизация под стоп-моушен. Плохо ли такое засилие компьютерной графики сегодня в кино? Определенно нет. Я обожаю все пиксаровские и диснеевские ленты. Дримворкс, несмотря на финансовые трудности, также радует нас годными работами. Но все же к мультфильмам, которые сделаны действительно вручную, я питаю большую слабость. Барашек Шон сделан из пластилина с использованием технологии по кадровой анимации, стоп-моушен. И в мультфильме «Песень моря» каждый кадр нарисован руками мультипликатора. Независимо от сюжета, к этим картинам я уже питаю слабость, поскольку появляется такое чувство, как уважение к труду аниматоров. Я не говорю, что над компьютерными мультфильмами трудятся меньше, но все же 3D мультик просчитывает компьютер. А в мультфильмах, сделанных руками в прямом смысле, чувствуется некая связь с теми людьми, которые создавали мир на экране для нас. Однако, несмотря на это, нельзя отрицать того факта, что за 3D мультиками все-таки будущее. Я не собираюсь кричать, что раньше было хорошо и трава была зеленей, просто наступила новая эра, ее нужно принять. Но при этом я все так же буду любить старые мультики Диснея, про Ариэль и Короля Льва, например. Но также я буду любить и новые творения, которые делают с помощью компьютера. А рисованные и кукольные мультфильмы также никуда не денутся. Просто они приобретают статус некой элитарности. То есть, когда смотришь творение великого Хаяо Миядзаки, ты чувствуешь себя совсем чуть-чуть избранным, поскольку понимаешь, что немногие способны будут насладиться красотой и необычностью этой анимации. На самом деле, совершенно все равно, как сделан мультфильм и с помощью какой техники, если сделан талантливо и с душой. Ведь наличие технологии еще не гарантирует того, что мульт в итоге выйдет хорошим. Правда, вот одно но. С наличием этих самых технологий, совершенно бесталантным людям стало проще калечить мозги своими творениями. Взгляните на эту ужасную анимацию этих детских ужасных мультиков, которые благодаря доступности технологий теперь возможно штамповать безостановочно. Ну ладно, мне кажется, это должно быть временным явлением. Так вот, умрет ли рисованная анимация? Ну, конечно же, нет. Всегда будут фильмы вроде «Песни моря» или аниме-фильмов. Да и, честно говоря, взгляните на мультсериалы, которые сейчас находятся на вершине популярности. Среди них почти нет компьютерных мультиков. «Рик и Морти» — рисованная анимация. «Гравити фоллс», «Время приключений», «Легенда об Аанге», «По ту сторону изгороди». В конце концов, «Симпсоны», «Футурама», «Гриффины». Все это 2D-анимация высшей пробы. Никто не переплюнет крутость этих мультиков. Но вот на большом экране, увы, рисованную анимацию мы будем видеть все реже и реже. Экономически это невыгодно. Ну и пусть. Вот серьезно, что в этом такого? Ведь новые компьютерные мультики действительно крутые. Отлично сделанные, прекрасно детализированные, яркие, сочные, красочные. Так что, если кто-то ноет, мол, вот мульты стали не те, но посмотрите тогда «Песень моря» или «Тайна Келс» для таких, как вы, тоже делают мультики. И хватит ныть. Мы живем в мире глобального потребления. И то, что нужно потребителю, то и производится в большом количестве. Пора бы с этим смириться. И нужно сказать еще спасибо, что в большей степени производят не всякое говно, которое лишь бы сделать и продать, а действительно годные ленты. Да и потом, никуда ведь не делся король лев. Всегда можно пересмотреть, если есть желание. Так что главное не то, какая анимация. Главное то, сколько души было вложено в мультфильм. Ну и, конечно, сюжет. Куда ж без него. Ну а с вами был Сокол. Пока. Сокол. Субтитры создавал DimaTorzok